Смена темы, и перед ней маленькая рекламная пауза. Скажите, вы в Москве бываете? Ездите? Культурные мероприятия посещаете? Сколько добираться вот здесь так реально? Два часа до Москвы, и по Москве, в зависимости от того, где... Ну да, конечно, тяжело. Сходить в театр, в кино, на какой-то концерт, это целая история. То есть нужно добираться потом глубокой ночью в Москву домой, да? Просто здесь сейчас будет несколько интересных событий, на которые сходить действительно стоит. Ну, 15 октября у меня концерт «Низя глухаря», Ну, я тут вам все спою, что я там буду петь, не обращайте на никакого внимания. Это первое. А второе, и самое главное, что вы же Калужская область? Да. Вот. А это значит, что в «Гнезде глухаря» на сайте для вас возможна трансляция онлайн всех концертов. И вы знаете, этим многие пользуются. Почему-то «Гнездо глухаря», очевидно, с целью привлечения зрителей большего количества, они закрыли всю трансляцию на Москву и Московскую область. Ну, приезжайте и сами посмотрите. А на всю страну, да и на весь мир онлайн-трансляции концертов «Гнездо глухаря» происходит. Я вам рекомендую посмотреть не эту трансляцию. Это вы все увидите. 18 декабря, еще не скоро, но я заранее всех разбежу. 18 декабря в «Гнезде глухаря» состоится мой сольный концерт, в котором вы не услышите ни одной песни из тех, которые я пою сегодня. И вообще вы не услышите ни одной практически песни из тех, которые вы знаете. Концерт этот называется «От принцессы до принцессы». Рассказываю, что это за принцессы. 4 декабря исполнится 40 лет премьере нашего студенческого спектакля географического факультета «Принцессы на горошине». Это был день, определивший всю мою жизнь, когда я понял, что я этим собираюсь заниматься всерьез. И так я и стал заниматься музыкальным театром, которым я по большому счету в результате занимаюсь всю жизнь. А 12 октября этого года, то есть в следующую среду, состоится премьера не оперетта, заметьте, а мюзикла. Мы настаиваем на этом, что это не оперетта, а мюзикл. «Принцесса цирка» на музыку Имре Кальмана. Почему на музыку? Потому что по просьбе руководства театра мюзикла, который делает этот спектакль, весь текст пьесы и все музыкальные номера переписаны. Как говорил герой фильма «Полосатый рейс», да, укрощены мной лично. Так вот и тексты все переписаны мной лично. И это очень интересное сотрудничество, как бы, вот, как бы, я и... Нет, все-таки Кальман и я. Это необычный очень спектакль. Чрезвычайно необычный. Режиссер-постановщики с канадской стороны совместное производство, с канадской стороны Себастьяна Салдевилья. Последней из его удачных работ была церемония открытия Олимпийских игр в Сочи, как режиссера. А с российской стороны Марина Александровна Швыдкая, жена Михаила Ефимовича Швыдкова, актриса и режиссер, которая боролась с Себастьяном за, в общем, за победу, за суммарную победу, потому что он цирковой режиссер. И он делал... Он там... Впервые в истории принцессы цирка мистер Икс исполняет свой трюк на глазах уизумленной публики. И он делает это... В чем... В мире есть несколько человек, которые делают вот тот трюк, там... Реально очень страшный трюк со стульями, который делают его без страховки. Они просто никогда не падают. Вот один из них, дублер нашего мистера Икс, делает это. И сейчас все уговаривают продюсеров, чтобы он все-таки нацепил страховку. Потому что когда он делает это, зрители перестают о чем-либо думать. Просто все. Они думают только... Они забывают о том, что тут действие происходит. Это неправильно. Театр должен быть театром. Поэтому сейчас ему делают такую толщину с палец. Траховка, чтобы было видно, чтобы зрители были спокойны. Но он не упадет 100%. Потрясающий артист совершенно. Я к чему это говорю? Что 18 декабря в «Гнезде глухаря» я буду петь огромное количество песен, которые были сочинены для разных музыкальных спектаклей в течение всего этого времени. А это и «Принцесса на горошине», с которой все началось. Это и «Норд-Ост». Это и пять ледовых шоу, для которых я написал тексты совместно с композиторами и с Евгением Заготом, и с Глебом Матвеичуком мы работали, и «Аладдин», и «Синдбад». Это и уже шесть мюзиклов. Ну, если считать «Норд-Ост», то шесть. Это и «Звуки музыки», «Русалочка». Сейчас «Золушка». Вот только что была премьера. Кстати, приходите в Театре России «Золушка», там тоже весь мой текст. Так получилось, что очень много сейчас было работы. Перед этим был «Призрак оперы», тоже весь мной переведенный на русский язык. А сейчас вот будет «Принцесса цирка». И у меня будет абсолютно театральный концерт с музыкантами. Мы будем петь отрывки из разных произведений театральных. Это будут маленькие сценки, там мне будет кое-кто помогать немножко. Это 18 декабря. А сейчас я хочу просто, чтобы совсем сменить атмосферу, вспомнить очень старую песню, которая появилась 40 лет назад, прямо непосредственно в один день после премьеры спектакля «Принцессы на горошине». Обрывки декораций на сцене свет погас. И зал опять оскалил пасть портейера, А за кулисами актеры в тишине танцуют вальс, сентиментальный старый вальс после премьеры. Вальс после премьеры танцуют актеры и музыканты, и режиссер. Расслаблены нервы, окончены споры, гаснет прожарка, Кончилось все, И словно где-то в сердце Оборвалась струна. Но нам ведь вроде плакать Не пристало. И вновь король стал просто колей, А принцесса у окна Полит шампанским в потолок И бьет бокалы. Вальс после премьеры Танцуют актеры И декоратор, И в костюме Расслаблены нервы, Закончены споры, Будто не будет Больше премьеры. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ